И не забывайте твиттер, наш аккаунт Вести подчеркивание ФМ. Вот открываю, например, любой поисковик и читаю. ГМО – оружие незримого геноцида. Или прекратите пугать людей ГМО. Тема, которая не сходит со страниц газет, журналов, из радиоэфиров, из телевизионных эфиров. И сегодня вот об этом мы как раз с вами будем говорить. Тем более, есть замечательный повод. Завтра вечером в 22.50 по московскому времени в эфир телеканала «Россия» выйдет фильм «Зерна и плевелы». Вот такой вот часовой фильм, довольно подробный, серьёзное исследование журналиста Константина Сёмина. Он сегодня в студии. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. И более того, Константин готов отвечать на ваши вопросы, которые возникают по этому поводу. Потому что я так понимаю, что вы занимались этой темой, ну, ни день, ни два, что называется. Часовой фильм. Да, чуть-чуть буквально. А сколько, правда? Вот сколько требуется сегодня, чтобы сделать фильм-исследование? Ну, съёмочный процесс растянулся месяцев на пять, я думаю. Мы, может, даже чуть больше не сказать, чтобы мы сумели объять всю тему, но в чём-то разобраться, я надеюсь, смогли. Наверное, этого недостаточно. Наверное, при необходимости можно было бы, при возможности, стоило бы потратить больше времени и более детально углубиться, и рассказывать с большим количеством подробностей. Потому что наверняка будут недовольные люди, которым покажется, что сказано не всё, о чём-то умолчали. Но это телевидение, и нужно эту тему, сложную тему, противоречимую тему было бы разобрать и перебуднести так, чтобы можно было рассказать в тот, уложившись в тот хронометраж, который нам дан. Ну, вот поэтому, действительно, по меньшей мере полгода, Константин, занимался исследованием этой темы. Я думаю, что ему есть что сказать, вам есть что спросить. Напомню, телефон 232-15-59-495, смс-портал 5533, слово «Вести» в начале сообщения, не забывайте писать. И твиттер, как говорил уже, да, «Вести», подчёркивание «ФМ» в наш аккаунт. И всё-таки, вот вы сейчас, Константин, сказали, эта тема противоречивая. А противоречие в чём, собственно, заключается? Противоречие в том же, в чём противоречие заключается между боксёрами на боксёрском ринге. Есть две несовместимые позиции. Одна звучит так, что ГМО – это плохо, а другая, что без ГМО не обойтись. Нас слишком много, людей слишком много на земном шаре. Для того, чтобы нас всех прокормить, нам необходимы новые технологии в сельском хозяйстве. И альтернативы ГМО в сущности нет. Вторая точка зрения звучит гораздо более современно и убедительно. Ну, можно так сказать, да, она очень близка людям, которые стараются мыслить инновационно, нанотехнологично. Какая-то ирония слышится в ваших словах. Я вообще люблю иронию примитивно ко всему. И это та тема, где без иронии тоже не обойтись. Хотя она достаточно тяжёлая, конечно. А здесь, когда пытаешься разобраться в этом и какую-то объективность продемонстрировать, то как раз оказываешься в положении рефери на боксёрском ринге, потому что можешь получить удары справа и слева. И с другой стороны люди будут недовольны. Но мне кажется, что мы выбрали такой несколько нетрадиционный ракурс, потому что все предыдущие работы, которые... Ну, я, естественно, посмотрел, какие фильмы снимались до сих пор, и нашими документалистами, или просто журналистами из-за границы. И всегда какая-то позиция всё-таки доминировала. Нельзя сказать, что мы выдержали нейтралитет полностью, но мы попробовали предложить некий новый ракурс, некий новый взгляд на проблему. Потому что обычно говорят, что если вы съели ГМО-сосиску, то, грубо говоря, что-то с вами, с вашей физиологией произойдёт. Да, ну или рога вырастут, как вот я чаще говорю. А с другой стороны утверждают, что что бы вы ни ели, ГМО не расщепляется на протеины, на белки, и ДНК, встроить в вас ДНК оленя, тюленя или кого-то ещё невозможно. Следовательно, всё это безопасно, всё эти разговоры – это мракобесие. Помните, боялись поезда в XIX веке, потом боялись даже во времена Мичурина, боялись экспериментов, грушу с яблоней скрещивать боялись. А вот да, это же тоже ГМО. Ну, это не совсем… Можно, конечно, расширить этот термин и так, но это вмешательство в природу. Помните, не стоит ждать милости от природы, нужно взять от неё то, что необходимо, как говорил Мичурин. Так вот, мы предложили несколько иной взгляд на проблему. Нам кажется, что, да, разобраться в этом досконально, человеку, который не имеет профильного образования, не закончил биофак, МГУ или какой-то другой факультет, невозможно. Невозможно ни за полгода, ни за два, ни за пять лет восполнить эти пробелы в образовании. Поэтому получается, что это та тема, о которой профессионально спорить могут только те, кто имеет профессиональное образование, то есть никто почти. Вот смотрите, вы занимались этим делом полгода. Я даже не про подробности, а про сами подходы. Вот всё равно, действительно, много материалов прочитали, много фильмов посмотрели. Споры ведутся, на ваш взгляд, на уровне чистой науки. Вот там одни биологи говорят одно, другие биологи, медики говорят другое. Или эта тема политизирована? Если она политизирована, то тоже почему вот эта политизация возникнет? Ну, эта тема, безусловно, политизирована, и в том числе по той причине, с которой вы начали, эта тема благодатная для того, чтобы говорить о ней в эфире. Она всегда привлекает интерес, она всегда вызывает ажиотаж. И очень легко человеку, сказав, что ты съел что-то не то, и с тобой что-то не так, легко его возбудить на что-то, политику всегда легко найти отклик у своей аудитории, если он будет об этом говорить. Но здесь очень много граней. Профессионалы спорят по сути, по физической составляющей процесса, что ли. И есть разные точки зрения и здесь, и на то, как нам относиться к вмешательству науки вообще в физиологию не только растений, но и человека. Потому что это неотделимо одно от другого. И здесь есть разные точки зрения. Это концептуальный философский спор, на самом деле, который не закончен. И, с другой стороны, есть, безусловно, у проблемы и политическое, и экономическое измерение. Вот мы сосредоточились в работе именно на последнем. Мы хотели говорить о том, кому и зачем это может быть выгодно, и как нам, как обществу, как государству следовало бы к этой проблеме относиться именно с точки зрения защиты нашей продовольственной безопасности, наших экономических интересов, в первую очередь. Вы знаете, естественно, первый повод – набрать ГМО и кликнуть на новости. Какие новости сегодня? И вот, с одной стороны, одно из агентств, я посмотрел, они так эту тему ведут давно и прочно, сообщают, что прошли слушания, и депутаты выступили с тем, что надо ужесточить контроль и законодательство, и не наплевать на нормы трёхлетней проверки, потому что иначе ничем не сработает. А с другой стороны, совершенно иное агентство приводит слова Геннадия Онищенко, академика Российской академии наук, человека, который долгие годы как раз возглавлял Роспотребнадзор, и он по поводу того, что там признаны генно-модифицированные виды картофеля и сорта яблок США безопасными для здоровья, говорит следующее. Учёных можно только поздравить с новым достижением, сегодня это рутинная информация. И отмечают, что у нас в стране контроль за продуктами питания более жёсткий, чем в США и Европе, так что вообще успокойтесь, нечего бояться. И вот это вот, так что учёных можно только поздравить с тем, что возникли новые генно-модифицированные организмы, в частности, картофель и два сорта яблок. Ну да, насколько я понимаю, если я правильно понял новость, которую вы сейчас процитировали, там речь не столько об открытии сортов, сколько о получении разрешения на их коммерческие использования. Да, шесть сортов картофеля, два сорта яблок, они признаны безопасными и питательными, как и их обычная аналогия. Вот это как раз одно из проявлений того, что тема крайне сложная и запутанная, и говорить о ней тоже очень нелегко. Вот здесь вокруг грабли разбросаны, куда ты не ткнёшься, вправо сунешься, влево, обязательно на что-нибудь наступишь. В нашей стране то, что касается контроля, он как бы разрезан на несколько частей, потому что и сама по себе проблема ГМО, она не связана только с яблоками или с картошкой. Поэтому есть отдельно ведомство, которое регулирует процесс научных исследований, научные исследования в этой области. Есть отдельное ведомство, которое отвечает за разрешительный процесс в применительной практике, то есть применение в сельском хозяйстве. Есть Роспотребнадзор, который следит за тем, что мы, собственно, на прилавках имеем, что мы покупаем и что там содержится. И это всё разные ведомства, и у них, как выяснилось, есть разные точки зрения на происходящее. То есть единого сформулированного государственного подхода к тому вообще, что такое ГМО, как мы к этому относимся, нет. Мы, с одной стороны, не хотим наступить на ногу своей собственной науке и похоронить перспективные научные разработки, сказать, что мы там ударяемся в макобесе, это нам неинтересно. А с другой стороны, мы не хотим оказаться в заложниках у чужих технологий. Эта опасность реально существует, это та опасность, о которой мы говорим в фильме. Ну и, безусловно, мы должны отслеживать, что же к нам привозят. У нас достаточно большой процент продовольствия просто импортируется, ввозится из-за границы. Что мы едим, насколько это безопасно. То есть, говорю, это такая полифоническая тема, подойти к которой очень тяжело. Поначалу мы даже не знали, действительно, как за это браться. А у вас сейчас есть сформировавшееся собственное мнение по поводу этого круга вопросов? Да, это то, что я пытаюсь сказать. Моё мнение сводится к тому, что нам надо смотреть на проблему не через призму микробиологии, не в первую очередь не через призму здравоохранения. Мы должны заботиться об экономической продовольственной безопасности страны. И если формулировать это коротко, то нам, да, нужна наука. Она у нас есть, она не была загублена в советское время. Все наши научные школы живы, не все наши учёные уехали. Хотя, к сожалению, очень многие институты, мы побывали в большинстве из них, ну, не во всех, безусловно, они держатся на голодном пайке, они не получают достаточного финансирования. Но у нас всё ещё есть для того, чтобы заниматься этой темой самостоятельно. Мы не должны ставить крест на науке, но это должна быть наша наука, это должны быть наши изобретения, это должны быть наши патенты, мы не должны оказаться в зависимости от транснациональных корпораций, которые завтра скажут, что мы перекрываем кран по той или иной причине. Мы видим сейчас в контексте санкций, что это более чем реальная перспектива. А, то есть это не проблема опасности ГМО как таковых, вот этих генномодифицированных организмов в продуктах питания в частности? Это проблема зависимости. А это проблема зависимости, пусть будут ГМО, но пусть они будут наши. Да, и в этом случае, если это будут наши ГМО, а я считаю, что... Знаете, самое адекватное, на мой взгляд, сравнение здесь, это сравнение с ядерной физикой, например. Вот есть ли опасность у мирного атома? Есть, безусловно. Нам многие события из последней практики, из новой истории показали, что да, есть. Есть ли польза? Безусловно, есть. Спорят ли по этому поводу? Спорят по-прежнему. Есть разные точки зрения, и у физиков в том числе есть разные точки зрения. Но важен контроль, и важна роль государства в этом процессе. Отдать этот рынок, отдать эту сферу на откуп транснациональным корпорациям, вообще корпорациям, в первую очередь, но во вторую очередь транснациональным корпорациям, корпорациям не с российской пропиской, корпорациям, на которые мы не имеем никакого воздействия, это значит выстрелить себе в голову. И вот это главная мысль, наверное, которая содержится в нашем фильме. Обстановите, мне кажется, я не погружался, как вы понимаете, на полгода в изучение этой темы, но мне кажется, что нет единого такого центра, который разрабатывает, условно, ГМО на всём фронте. А есть, например, Лестехническая академия, я сейчас совершенно с потолка беру, которая что-то такое делает с саженцами осины, например, или сосны, и в итоге вот тоже из недавних новостей мы получаем, что высажена плантация замечательных деревьев, которые там на 40% быстрее растут, дают больше листвы, и вот для озеленения городов прекрасно подходят, в итоге вот мы получаем такую плантацию. Есть, видимо, какой-то отдельный институт растения и водства, который специализируется на помидорах, например. И они там делают так, чтобы помидоры эти долго не кисли, могли их перевозить куда-нибудь, внедряют нечто удобное для длительного хранения, транспортировки. Или всё-таки есть источник, какая-нибудь действительно большая корпорация, источник универсального какого-то метода, который позволяет потом подсаживать и Институт растения и водства, и Лестехническую академию на иглу каких-то поставок, препаратов, технологий, и они тоже зависят уже вот от этого единого центра, где разрабатывается нечто про ГМО. Ну, это, мне кажется, отголосок вечного разговора о том, интернациональна наука или она всё-таки привязана к конкретному государству. Ну, это же не про государство, а про отрасль. Так сложилось. Но это всё равно отрасль, которую невозможно представить в отрыве от науки. Это проекция науки и достижение науки в первую очередь. Так сложилось, что глобальный рынок ГМО контролирует несколько компаний. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. И большинство центра тяжести этих компаний, хотя они далеко не все в Соединённых Штатах находятся, но центр тяжести их находится именно там. И основные прорывные или близкие к прорывным технологиям появляются именно там. И, соответственно, если ты принимаешь эту логику, если ты берёшь их патенты, если ты вступаешь с ними в взаимодействие, то вот эта логика, с которой я начал, что нет у физики национальности, нет у генетики национальности, она оказывается двусмысленной. И в какой-то момент ты обнаруживаешь, что хотя вроде бы научные достижения и научная истина международна, не бывает американских достижений в этом смысле, там, американских истин или российских, но в конечном счёте, ну, ну, платишь-то ты вот им. Ещё одно сравнение, которое здесь, мне кажется, можно использовать, и его действительно использовали многие из тех, с кем мы в фильмы общались, это сравнение с любыми, скажем, с рынком компьютеров, компьютерных технологий. У нас есть два сверхмонополиста на глобальном рынке, Microsoft, Apple, есть что-то там, Unix, какие-то независимые попытки подвинуть эти гиганты. Но в целом рынок поделён, точно так же он поделён, скажем, если брать самолёты, Boeing и Airbus, и всё. Я не сравниваю с Pepsi-Cola и Coca-Cola, но концепция понятна, да? Если ты говоришь, что да, это нормально, и нам не нужны свои самолёты, то будешь летать на Boeing, будешь зависеть от Boeing, если завтра Boeing тебе не поставит самолёт, ты будешь ходить пешком. То же самое относится и к ГМО, но и к сельскому хозяйству. Но здесь опасность в том, что без самолёта ты проживёшь, без еды ты не проживёшь. Поэтому опасность здесь гораздо больше. Наушники надевайте, я обещал брать звонки слушателей, напоминаю телефон 232-15-55. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот говорил, что для меня эта тема очень животрепещущая, потому что я замечаю сильное несовпадение мнений о ГМО у меня и у других людей. Как здесь отмечали, сначала люди боялись паровоза. Вот сейчас также у очень многих возникает такой своего рода сверхъестественный страх перед ГМО. Причём вот я, например, уверен, что к ГМО нужно относиться даже не так, как к ядерной энергетике, да, а так, как к молотку. То есть понятно, что им можно там ударить по голове, им можно построить дом с помощью него. Это обычная технология, причём которая используется давно. То есть люди, которые... И сама по себе нейтральна и безопасна, да? Да, да. Не то, что она сама по себе нейтральна и безопасна. Она сама по себе технология. Вопрос, как её использовать. Понимаете, молоток тоже, он сам по себе нейтрален. Я про то же, что сам по себе нейтральный молоток, да? Да, нейтральный молоток, да. Потому что те люди, которые отказываются от ГМО, я им советую отказаться от половины медицинских, например, препаратов. Но, например, мне в школе рассказывали, как они получаются. Из дрожжей, кажется, и других микроорганизмов, да, как раз с помощью тех самых ГМО. Вот. К сожалению, по поводу фильма придётся общаться в стиле «не читал, но осуждаю вас», потому что... Нет, ну мы же проблему. Мы проблему обсуждаем сейчас с человеком, который в неё погружался. Ну так вот, и, ну, моё убеждение, что, конечно, разрез достаточно интересный и очень дискуссионный, который был выбран для фильма. Олег, я прошу прощения, в перерыву, потому что вот я думаю, что нам с Константином уже есть что обсудить из того, что вы сказали. Это больше степени мнения, чем вопросы. Да, ну вот, это мнение, но с которым вы либо соглашаетесь, либо спорите. Действительно, молоток и нейтральные технологии, которые сама по себе не несёт. Я с топором, наверное, сравнил больше. И вообще, вы знаете, представить себе тему продовольственной безопасности в отрыве от национальной безопасности невозможно. Не-не-не, я сейчас объясню, куда я клоню, да, и почему не молоток, а топор. Скажем, немцы, когда они проиграли Первую мировую войну, среди причин, которые потом они сами для себя называли, была неспособность страны обеспечить себя продовольствием, калориями, грубо говоря. Именно с этим связана экспансия, скажем, на территорию Украины во время Второй мировой войны. То есть, это очень важный аспект национальной безопасности. Это не молоток, который можно взять у американца, попользоваться им и добиться каких-то положительных результатов, потом вернуть. Если ты берёшь его у кого-то, хорошо, не у американца, у швейцарца, у кого угодно другого, ты попадаешь в зависимость. Это одна половина проблемы. Вторая, то, что касается непосредственно вреда, опасности, здесь тоже всё непросто. Мы привыкли говорить об опасности самого внедрения в ДНК со стороны учёного. Вот что-то он меняет такое, и неизвестно, что будет дальше. И здесь тоже есть о чём поспорить. Но главная опасность, о которой говорят противники ГМО, и мы их услышали, мы дали им возможность высказаться тоже, она не связана, собственно, с деконструкцией, реконструкцией ДНК. Главная опасность связана с токсичностью применяемых в этом случае гербицидов. Потому что что такое ГМО? ГМО – это растение, их всего несколько культур, которое модифицировано так, чтобы экономить на пестицидах. И поэтому вместо 10 пестицидов, которыми обрабатывается полис, скажем, обрабатывалось сейчас, обрабатывалось раньше, а обрабатывалось сейчас, используется один гербицид. Но сверхтоксичный. И растение накапливает следы этого гербицида. Это вот глифосфат, да? Это глифосат, да, это раундап. Ну вот я тут вас прерыву, потому что буквально позавчера, третьего дня, была распространена информация со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Заявлено, что широко распространяемый гербицид под названием глифосат от... Да, глифосат от Монсанта. Возможно, вызывает рак. Международное агентство исследований в области рака при ВТО сообщило, что вот он классифицирован как вероятный канцероген для людей. Ну, вы знаете, противоречивых разных заявлений на этот счёт было очень много. Множество исследований было сделано. И это действительно напоминает боксёрский поединок. Как только появляется такое заявление, тут же, через день, иногда через часы появляется контрзаявление, его опровергающее. Кто-то говорит, вреден и токсичен, показывает результаты исследований, показывает умирающих животных, животных, у которых перестаёт работать исправно, пищеварительный тракт. Через часы появляется противоположное исследование и так далее. Но, тем не менее, такая точка зрения есть. И опасность, на самом деле, если уж обсуждать опасность, связана именно с этим. С тем, что токсичность этой технологии, она... Есть, конечно, люди, которые тут же возразят, что так вы используете 10 пестицидов, а так один. Неизвестно, что ядовите. Но вот конкретные исследования, вот люди, которые их проводили, и у нас в фильме они об этом говорят. Но, в любом случае, это не связано с осуждением самой технологии, с самой генной инженерией, как дисциплины. А скорее технологии выращивания продуктов ГМО. Ну, в общем, да. Здесь отделить одно от другого очень трудно, как я уже сказал. То есть, то, что выращиваются именно генно-модифицированные продукты, ну, там, овощи, например, подразумевает использование обязательно сильных вот каких-то гербицидов. Собственно, они и модифицированы для того, чтобы они были устойчивы к одному гербициду, который выкашивает всё, и поэтому он один. Но растение должно это пережить, и растение становится очень сильным, листья не сгибаются. Все тесты показывают, что оно безвредно, вроде бы, но потом умирают животные. И умирают, по всей видимости, от токсичности. Это то, что говорят противники ГМО. Сторонники говорят, что это неправда, это фальсификации, это шарлатаны и так далее. Ну, вот эту сложную полемику мы и постарались представить. А тогда всё равно встает вопрос. Ну, действительно, есть два пути. А с одной стороны, путь такой, то, что называется, индустриализация и сельского хозяйства, в том числе, вот такие вот наиболее экономичные, вроде бы, технологии. С другой стороны, то, о чём всё время говорят разнообразные зелёные, сторонники органических продуктов, что вообще-то вообще оставьте всё, вот мы будем руками полоть и навоз там замешивать. Это вопрос о цене прогресса. Да, разнообразные. Но это дорого, говорят они, в общем, только для тех, у кого есть деньги. А когда стоит проблема накормить огромное количество людей, то тогда вот все эти изыски, они совершенно не срабатывают. Вот тут пункт, который я забыл добавить, я сейчас всё-таки к нему вернусь. Здесь важно же, кто производит гербицид. Если гербицид и семена производит одна компания, ну, вы понимаете, что это может означать. А это именно так. То есть ты, когда покупаешь технологию, ты, а, покупаешь патент, б, покупаешь семена, в это покупаешь именно гербициды. И фокус-то в том, что все компании, которые являются полумонополистами или монополистами на рынке технологий и занимаются генной инженерией, содержат гигантские центры научные по этому направлению, эти же компании производят гербициды, эти же компании производят семена. Здесь не нужно быть аристотелем для того, чтобы заподозрить, что опасность есть. Что же касается цены прогресса, возможно такая интерпретация. Сторонники ГМО говорят, что это дешевле на 20%, значит, альтернативы нет, потому что рынок всё расставит по своим местам, потому что всегда выгоднее будет то, что дешевле. И ничего вы с этим не сделаете. Но применительно к России у нас нет проблем перенаселения. У нас 46 миллионов гектаров заброшенной пахотной земли, заброшенной после разрушения советского сельского хозяйства. Эта земля отдыхала 20 лет, 25 лет. И на этой земле не применялись пестициды. Это по большому счёту сокровище, то, что у нас есть. И когда нам насильно пытаются внедрить эту технологию, скажут, что ребята, у вас нет альтернативы, а почему у нас нет альтернативы? У нас есть альтернатива. Нас, во-первых, меньше стало намного. Мы вымираем, вымирали до последнего момента. Нам себя прокормить гораздо проще, чем другим быстро растущим регионам планеты. Зачем тогда нам это необходимо? Зачем вы хотите освоить эти 46 миллионов гектаров? И кто вы? Чтобы подешевле. Вот и у нас, чтобы, конечно, да, но подешевле. Но проблемы себестоимости в нашем случае всё равно нет. Стоимость рабочей силы у нас по сравнению с западными странами относительно низка. А продукты относительно дороги, тем не менее. Это уже другой аспект, чуть более широкий. Который тоже мы затронем. Это касается уже общеэкономического вектора экономического развития. Я вас прерву, у нас новости, потом мы с Константином Семеном вернёмся к ответу на ваши вопросы. Пятый аргумент с Владимиром Авериным. Есть возможность писать в Твиттере наш аккаунт вести подчеркивание.фм. Сегодня в студии, скорее, пятый аргумент такой с Константином Сёминым, автором фильма «Зёрна и плевелы», который выйдет в эфир телеканала «Россия» завтра, во вторник в 22.50. И я думаю, что тогда уже, может быть, вы и увидите, и не только услышите точку зрения Константина Сёмина. Но сегодня есть возможность побеседовать про саму проблему и задать те вопросы, которые у вас накопились. Константин, давайте вот уточним. Я так понимаю, что главный пафос, что-нибудь, вот такой вот фильма грядущего, к показу, не столь страшна сама технология ГМО, сколько зависимость наша от иностранного поставщика этой технологии, абсолютная зависимость, когда мы зависим от семян, от удобрений, от гербицидов, от технологий. Вот это основная опасность. Да, если коротко говорить, то вы правы. А так пусть будет, пусть цветут все цветы, что называется, но пусть все эти технологии производятся у нас. Нет, пусть наши учёные продолжают исследовать исследования в этом направлении, и мы будем смотреть за результатами. Я знаете, какую аналогию приведу? Вот в Китае, например, социологические опросы показывают, что население очень скептически относится к этой технологии. Китай не раз за последние годы вводил запреты на импорт трансгенной кукурузы или сои, разные были случаи. Но в то же время китайское правительство вкладывает миллиарды долларов в развитие науки. Это совершенно не означает, что разработанные китайскими учёными сорта завтра найдут применение в сельском хозяйстве. Китай внимательно смотрит за тем, что это может быть. Китай не хочет оказаться на обочине истории. Я увидел, что к нашей науке отношения подобного со стороны правительства сейчас нет. И мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что у нас есть люди, которые в состоянии составить конкуренцию. Мне вот сторонники ГМО говорят, что нет, выродилось, все уехали, все уничтожено, все разорено. Но разработка сорта стоит 2 миллиарда долларов. Где вы их возьмёте? Государство не в состоянии потратить такие деньги в сегодняшней особенной ситуации. Поэтому единственный выход – всё разрешить. Если у тебя нет своего компьютера, пользуйся Apple, пользуйся Microsoft. То есть это путь к экономической капитуляции. Вот то, к чему они призывают. Я думаю, что противники говорят, и не надо. Это мы уже поняли, что это вредно, поэтому и разработки никакие не нужны, и правильно делают, что не финансируют. Ну вот это та часть противников ГМО, с которой я не согласен. Та фракция, с которой я не согласен, потому что мы не должны ударяться в мракобесие, мы не должны похоронить науку. Наука должна быть, но это должна быть наша наука, и она у нас была. Вот миф о том, что в Советском Союзе не было генетики, что она была загнана в угол – это миф. Это неправда. И Советский Союз был близок к тому, чтобы вести исследования именно… На самом деле, вы говорите, технологии очень много лет. Нет, не так уж много. Первый сорт трансгенной появился на прилавках в 1996 году в Соединённых Штатах. Так что проблема-то относительно свежая. Глифосат был запатентован в конце 70-х вообще-то. Так что мы ещё не так уж сильно по времени отстали. По качеству исследований, конечно, наверное, разрыв есть. Но все учёные, с которыми наши учёные, многие наши учёные, большинство наших учёных, с которыми мы говорили, утверждают, что этот разрыв преодолим. При условии, если государство будет уделять этой теме внимание, и в первую очередь обеспечит нашим научным центром достойное финансирование, вернёт престиж профессии учёного, профессии селекционера, и вообще изменит, радикально изменит отношение к сельскому хозяйству, если честно. Потому что то, что происходит, это проекция от всей экономической политики. Это, по большому счёту, отцвет большого спора о том, что нам делать в экономике. Опираться на собственные силы, проводить экономическую мобилизацию, или же согласиться с тем, что есть вещи, в которых мы ничего не смыслим и смыслить не будем. Ну, а отсюда производное. А как нам относиться к моему образованию? А какого именно человека на выходе из школы или вуза мы хотим получить? Да, совершенно верно. Исследователи, исполнители, того, кто ориентирован на прошлое или на будущее. Ну, вот тут много всего. Эдуард у нас дожидается давно. 2-3-2-15-59, код 4-9-5. Эдуард, пожалуйста, говорите. Только, если можно, выключите приёмник и говорите в телефон. Эдуард, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Если можно, выключите приёмник? Я очень быстро. Константину Семину огромный респект. Очень люблю его передачи. Всегда ожидаю и смотрю очень внимательно и с любовью. Значит, по поводу ГМО. ГМО вредны сами по себе. Они вредны поскольку у них есть путь проникновения крупных молекул через стенку кишечника. Надо смотреть, вам связаться с Эвелиной Закамской. Она делала передачу о приемах. И вот там это был один итальянский учёный исследователь. Эдуард, простите ради бога. Эдуард, 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 извините, извините, пожалуйста. Эдуард, невозможно, да? Не слышит Эдуард. Ну и ладно, спасибо большое. Вот вы поняли. Я слежусь обязательно. Да, вам надо с Эвелиной Закамской связаться. Она делала передачу. И у неё вот Эдуард всё узнал из телепередачи. Я повторюсь, у проблемы столько граней, что не наступить кому-нибудь на хвост очень трудно. Да, действительно, есть учёные, которые утверждают, что процесс проникновения ДНК при поглощении пищи, ДНК пищи, условно говоря, в человеческую ДНК изучен не до конца. И есть некие лазейки, которые по этому поводу ведутся дикие сумасшедшие споры. Но если в это углубляться, во-первых, это невозможно объяснить массовой аудитории. Ну реально невозможно, это никто не поймёт. И главное, что это не доказано. Самое главное, если говорить о вреде, самое главное, что единственное, что можно с уверенностью сказать, что не доказан ни вред, ни польза. Нет долговременных, десятилетиями проводившихся исследований на человеке или даже на животных, потому что здесь нужно исследовать несколько поколений, ни одно, ни два. Есть краткосрочные исследования, которые говорят плохо, страшно, опасно, смертельно. Есть краткосрочные исследования, которые говорят безопасно, абсолютно используем завтра. Но долгосрочных исследований на протяжении десятилетий нет. И здесь есть риск, безусловно, здесь есть опасность. И об этом мы тоже в фильме говорим. И сравнение, в частности, приводим с такими, ну, хрестоматийная абсолютно история с ДДТ. Для чего препарат ДДТ использовался? Кстати, производитель ДДТ, та же самая корпорация, одна из тех корпораций, которые сегодня доминируют на этом рынке. Не будем её называть. Нет, а что, идея-то у ДДТ была абсолютно благая, потому что миллионы людей по всему миру умирали от малярии в то время. И ДДТ – это инсектицид, который должен был помочь справиться с этой проблемой. И он помогал. Ну, кто же знал, что он ещё и канцероген при этом страшный. Залили всю Америку, условно говоря, ДДТ, зараспыляли ДДТ. В результате там поколение за поколением американцев обнаруживает следы ДДТ. Я не говорю о случаях, известных, знаменитых случаях, после которых ДДТ был запрещен, когда женщины становились бесплодными, там страшные вещи происходили. Ну, уверяли-то поначалу, что ничего нету, и учёные говорили, с мировым именем говорили, и говорили, что вы шарлатаны, вы глупости тут пытаетесь. Ну, и та же самая абсолютно. Есть ещё более весёлый пример. Героин что такое? Героин. Бутылочки с героином в немецких аптеках продавались открыто, чуть ли не до 70-х годов. И производитель героина, извините меня, одна из тех компаний, которые сегодня производят ГМО, и считалось, что это... Почему он героин? Потому что он человеку сообщает такое героическое настроение. Ну, понятно, по какой причине. И думали, что это безвредно. И были, видимо, исследования, которые доказывали, что это безвредно. Ну, в общем, споры по поводу той же марихуаны, табака, они вечные, и до сих пор не утихли, даже новый виток. Владислав, здравствуйте. Не хочет, да? Не дождался. Я прошу прощения, что мы там неподряд все звонки берем, потому что, в общем, есть о чем поговорить. 2-3-2-15-59, код 4-9-5. Если хотите задать вопрос, задавайте. Здесь, вот, вы знаете, смс-портал, он таков, вы даете какой-нибудь факт, например, по поводу гербицида. А там 20 опровержений. А там 20 опровержений по поводу, а вы знаете, что вот распадается, и вот... И все равно, я вот после новостей сказал, что суть, которую мы обсуждаем, это не, собственно, опасность технологии. Опасность зависимости от чужих технологий. Опасность зависимости, да. Но в чем вы, безусловно, право, с самого начала, что это, видимо, тема, которая вот все время на слуху, и как раз вот вред, опасность, а боимся, не боимся, вот на уровне страхов она обсуждается. Владислав, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Тема, конечно, очень интересная, особенно для ученых. Но дело в том, что наши ученые сейчас очень бедные, и они могут двигать эти темы по разным меркантильным интересам. Дело в другом. Дело в том, что я подхожу сразу же к теме «бока за рога». То есть нужно растение, либо биологический объект мотивировать к жизни. Как врачи-то говорят, если человек мотивирует себя к жизни, он будет расти. Если он не мотивирует, он умрет. А генная инженерия, она просто-напросто вставляет дополнительный ген, и мы уже правильно сейчас можем дискуссировать сколько угодно. Но мы не знаем, что будет на результате. Спасибо. Всего доброго. Сложно, сложно. Мы с самого начала расписались в том, что этот разговор не будет простым, и он простым быть не может. Не может. Ну что тут можно сказать? Что обыкновенная селекция, что выведение районированных, пригодных к употреблению в наших широтах сортов, гибридов так называемых, это тоже вмешательство в природу. Шумичурин, по большому счёту, когда вошла в употребление практика воздействие на семенной материал ядами, тоже отчасти переступал какую-то морально-этическую черту. Здесь очень легко, говорю, забиться в угол и сказать, что нет, вообще так не бывает. Но вот это лекарство. Вот лекарство уже... А весь инсулин производится с применением ГМО. Что теперь делать? Это вот та самая тема, которая называется ценой прогресса. Если отказаться от прогресса, то нужно тогда перестать мыться, чистить зубы. С одной стороны. С другой стороны, не очень давно я в рамках эфиров встречался с людьми, которые занимаются биологической защитой. Вот мы с ними долго обсуждали. Там яды, химикаты, там, трам-трам-трам. А есть ли альтернатива? И есть, оказывается, для того, чтобы победить колорадского жука, есть биологический метод посреди этой картошки, которую он жрёт, высадить чего-то ещё. Естественного врага. Есть и такой подход. И этот подход в нашем фильме тоже отражал. Но это дорого. Это, в общем, получается всё равно дороже, чем распылить какой-нибудь или подсыпать ядохимикат в это дело. И это можно сделать дешевле, но только в случае какого-то массового применения, выработки технологий, а не просто там чего-нибудь ещё. Но в этом почти никто не заинтересован. И вот в момент заинтересованности вот это то, о чём давайте мы с вами поговорим уже после новостей. Что ж такое? Продолжаем разговор. Константин Сёмин в студии в связи с тем, что завтра на телеканале «Россия» выходит в эфир его фильм «Зёрна и плевелы». Вот так называется. И начнётся он в 22 часа 50 минут по московскому времени. Я думаю, что на орбитах примерно в это же время. Следите по программе. Зёрна и плевелы. И фильм посвящён проблеме ГМО. И как мы уже вот в который раз, я пытаюсь это повторить, сформулировать, не собственно проблеме технологий, не собственно проблеме опасности технологий, а проблеме зависимости. Например, зависимости нашей экономики, нашего сельского хозяйства, нашей науки и перспектив развития всего этого. В случае, если мы согласимся с тем, что вот там есть всё хорошо, вот они же производят, ну и пусть себе делают, а мы только будем покупать. Ну да, да, всё верно. Единственное, что добавить к этому, наверное, стоит то, что те, кто разрабатывает эту технологию, те, кто имеет практически монопольный контроль над ней сегодня, они видят эту технологию оружием. Это не просто для них интересный эксперимент. Это не просто способ поставить под контроль рынок. Этот экономический инструмент превращается в инструмент воздействия геополитических. А вот здесь вот очень важно, вот на каком этапе, скажем, превращается, превращается ли, потому что можно же рассмотреть такую схему. Значит, некие там стратеги, в некоторых, ну назовём эту организацию ЦРУ, к примеру. Масоны. Да, да, кто угодно. Они вот так вот вычислили план, что вот таким способом можно всех поставить зависимость от себя. Бросили на это дело какие-то ресурсы, изобрели вот, скажем, технологию, и действительно дальше, немытьём-то окатанием, законными, незаконными, честными, нечестными методами, вот опутали весь мир паутины этого дела. Можно, видимо, как-то по-иному. Был сумасшедший учёный, там гений, например, который, в общем, в эту сторону подумал. И вот достигли каких-то результатов. Дальше подключились ушлые капиталисты, которые поняли, что на этом деле можно извлекать деньги. А вот уже дальше, например, подключились и стратегии, которые поняли, что с помощью вот изобретений этого сумасшедшего учёного и, в общем, тех технологических, ну, опять же, технологической цепочки, которую разработали вот замечательные капиталисты, можно сделать это стратегическим ресурсом, стратегическим оружием. Вот здесь вот какой путь? Ну, здесь вот это вопрос о взгляде на жизнь, предмет веры, да. Считаешь ли ты, что то, что происходит вокруг тебя, это исключительно заговоры, или всё развивается стихийно, случайно, и состоит из совпадений? Таковы-то вот каковы. Ну, я думаю, что истина посередине, а в том, что касается ГМО, здесь был и учёный Джон Франц, человек, который изобрел глифосат, он и работал на компанию, которая воспользовалась этим изобретением, он был её сотрудником и остаётся до сих пор, мы мимо его дома проезжали, дом рядом с офисом Монсанто. Есть, безусловно, такой зловещий, заговорщицкий, геополитический подтекст, потому что Монсанто со времени своего основания занимается оборонными технологиями, эта компания участвовала в Манхэттенском проекте, эта компания в обеих мировых войнах поставляла не только Министерству обороны американскому, но и разным другим воюющим сторонам необходимые для войны компоненты. Это химический концерн, в первую очередь, занимавшийся промышленной и военной химией долгое время, переключившийся на семена и на сельское хозяйство лишь совсем недавно, относительно недавно. Так что здесь очень... Конверсия? Да. Как у нас, когда кастрюли стали выпускать на танковых жаловах? Я говорю, мирный атом. Был военный, стал мирный. Поэтому здесь очень легко увидеть следы заговора, и мы их обнаружили, и тоже представили на суд зрителя, а уж верить нам или нет, это дело зрителя. А вот это и направленность. Ну, скажем, с одной стороны, часть, видимо, нашей аудитории считает, что очень многое, что делается в мире, делается специально для того, чтобы насолить, скажем, исключительно России. Да, другая часть считает, что всё происходит случайно, и никто России ничего насолить не хочет. Третья часть аудитории, которой отношусь я, что все воюют против всех, что не Россия персонально цель любого заговора, даже если он есть, а ровно так же вот на ту же иглу подсаживается, скажем, Индия, на ту же иглу подсаживается, ну, что там ещё, там, Африка, там, Ближний Восток, Бразилия, и, собственно, Соединённые Штаты Америки, которые вот изобретатели этого страшного оружия, они свой народ, вот своих Америки, кормят тем же самым, то есть уничтожают с точки зрения там очень многих, опять же, наших слушателей, которые считают, что это несёт сплошную смерть, вред и там что-то ещё, они своих же мочат, своих уничтожают. Нет, 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 мы же начали с того, что не обязательно травить, можно регулировать, можно управлять, это важнее, чем травить. Зачем травить? Ты стратифицируешь своё общество, ты делишь его на тех, кто ест вот это и тех, кто ест вот это, и это разные люди. Они даже внешне становятся разными. Каждый, кто в Америке бывал, может об этом говорить. Да зачем в Америке? Уже каждый, кто в Москве бывал, тоже может по цвету лица определить человека, который ест из того или иного супермаркета. Бедный от богатого отличается, да, и что удивительно, сегодня бедный, толстый, а богатый стройный и подтянутый, да ведь? Не все худые и богатые. Обратная, обратная пропорция получилась. Ну, это долгий, смешной разговор или не смешной. А вот то, что касается третьей группы, которой вы себя причисляете, да, вы меня выталкиваете в мою любимую геополитическую плоскость, где я свободнее себя чувствую, чем в микробиологии, конечно. Это рабочный хозяин всегда, комфорт для гостя обеспечен. Вы же понимаете, да, что если бы Индия и США, и Бразилия и США, и Россия и США в сельском ли хозяйстве, в ядерном ли оружии, в каких-то других областях и отраслях были равнозначными, равноценными величинами, равными по силе игроками, тогда об этом можно было бы говорить. Но все идет к тому, что в мире остается один игрок. В глобальном сельском хозяйстве все идет к тому, что остается один игрок. Если мы имеем 3-4 компании, контролирующие рынок семян, то у нас есть 3-4 компании, которые контролируют рынок продовольствия, пшеницы, мясо, хлеба, мясо и всего остального. Это тоже американские компании. Здесь есть некая несправедливость в этом, правильно? Да, и под финал вот какой вопрос. А скажем, Силуис, можете ли вы оценить сегодняшнюю государственную политику Российской Федерации в этом вопросе? Я уже говорил, что она очень хаотичная, разрозненная. У нас разные ведомства отвечают за разные вещи. И у этих ведомств могут быть принципиально разные взгляды. Министерство образования выходит с предложением по, например, решение правительства о введении моратория на 3 года на разрешение использования ГМО в сельском хозяйстве. Это ответ на инициативу Министерства образования. Вот смотрите, Министерство образования, Минсельхоз, Роспотребнадзор и куча разных других еще институтов, ведомств, которые к этому причастны. Единого мнения, единой политики мы не видим пока. И это, мне кажется, опасно и неправильно, потому что возникает множество конкурирующих векторов, а вектор должен быть один, особенно в сегодняшних сложных геополитических обстоятельствах. Вектор должен быть на мобилизацию, на поддержку сельского хозяйства. Нигде не существует без дотации. Оно всегда поддерживается государством. Вектор должен быть один. Опора на собственные силы. Да, но при этом, смотрите, можно же, опять же, после того, как вы полгода этим занимались, можно это отдать на откуп, ну, скажем, сделать главное, Министерство образования и науки. Пусть ученые... Тогда все умрет, я думаю. Если Российская Академия наук решит этот вопрос, мы все остальные скажем спасибо, возьмем под козырек и пойдем в эту сторону. Либо это должно быть все-таки решение политическое. Это здорово, что мы коллегиально к этому подходим, что мы выслушиваем разные точки зрения. Эта дискуссия, скорее, все-таки должна вестись в вашем эфире, в нашем эфире, на общественных площадках. Но все-таки в том, что касается государственного управления, должна возобладать какая-то линия. Решение должно быть принято. И мне кажется, что правильным решением в этой сложной ситуации, когда непонятно, кто прав, а кто виноват, или кто не прав, в этой ситуации, мне кажется, правильная стратегия – это поддерживать изо всех сил свою науку, так же, как поддерживает ее Китай. Не разрешать, пока нет стопроцентного железобетонного свидетельства, что это, да, принесет пользу, но иметь в кармане – это как козырь всегда, для того, чтобы в результате не оказаться в зависимости, не оказаться на чьем-то рыболовном крючке. Спасибо. Огромное напомню нашим слушателям, что они смогут завтра стать телезрителями. Во вторник в 22.50 фильм «Зерна и пребилы» в эфире телеканала «Россия». Автор Константин Севин. Спасибо большое вам за то, что вы пришли, рассказали, и, я думаю, в очередной раз подкрутили эту тему общественного интереса. Спасибо.